привет друзья у нас новые критерии оценки бедности по голиковой вот недавно она заявила что у нас бедных стране много не потому что у нас низкий уровень жизни маленькие зарплаты высокие цены и так далее а потому что ростат неправильно считает бедных и критерии оценки бедности раз в корне неверной который нужно по мнению голиковой изменить так вот 22 миллиона бедных у нас в прошлом году насчитал ростат и это стало комом в горле у властей и помимо всего прочего ростат насчитал много лишнего чего других параметров которые противоречат официальным официальные лапши которые вешают нас правительство медведева и путин поэтому глава росстата был незамедлительно уволен по своей должности а новый глава росстата который вообще совершенно не имеет профильного образования ну как всегда зачем нам образование когда ты идешь во власть который не имеет вообще вот не имеет никакого отношения к статистике человек ни дня статистики не работал не учился на это и вот он идет и возглавляет ростат и теперь-то ух они теперь-то насчитают они теперь насчитают как надо по новым по новым голиков скам критериям они и бедность победят тут ростат скажешь у бедных стране нет не осталось ни от ни одного и все бедных нет так они будут считать кстати пользуясь случаем я хочу показать дорогу по которой я еду я уже несколько роликов снимал этой зимой покажу еще раз нас прекрасно как мэрк стенен у нас мэрк стенен воронеже славится тем что он очень любит пиариться на уборке снега и вот у нас прекрасно завали на дороге мы вот еле-еле двигаемся вот так вот так вот и возвращается к теме голиковой она конечно феноменального таланта человек у нас на что только не возглавлял у нас она везде разбирается это и здравоохранение разбирается развалила его к чертям там не помню кличку даже дали мадам арбидол и эта кличка неспроста это кличка за коррупцию у нас во всех цивилизованных странах за коррупцию сажают в тюрьму а в россии у нас за коррупцию дают новые должности а скандалился обосрался на одной должности и тебя переводят на другую не менее значимую и она потом у нас занималась у нас работал в счетной палате считать научилась теперь она нам посчитает новые критерии по бедности посчитает всех самых бедных стране то есть вот такая замечательная а с учетом того что у нас говорит очередной говноросс единоросс депутат макаров все его знают такая рожа у него на собаку больше похоже чем на человека который больше всех кричал о том что как нам полезное повышение пенсионного возраста там и больше всего что у нас в россии высокий уровень жизни что просто мы зря жалуемся так вот вот он появилось немного шоу пожалуйста то что депутаты мало зарабатывать вообще от заработка депутатов от их уровня комфорта обслуживания уже нет много жалоб в этом году мне просто реально жаль наших депутатов которые вынуждены страдать тяжкая работа не очень низко оплачиваемая по словам макарова всего лишь 400 тысяч комментарии макарова взяли в связи с новостями о том что ну одна из оппозиционных партий хотя я не считаю их оппозиция такая мнимая позиция один из депутатов предложил урезать депутатам госдума зарплату до средней зарплаты по стране ну такая вот интересная инициатива в принципе вполне неплохая до 35 тысяч и макаров возмутился искал как же так как же 400 тысяч мало говорит макаров хотя средняя зарплата они же любят среднее считать у россиян вот и мы посчитаем средняя средняя зарплата депутата госдума именно депутаты в госдуме не депутатов которые они получают зарплату в госдуме а общих зарплатах счетом каких-то там подработок и так далее и тому подобное что они декларируют там а миллион 700 то есть один миллион семьсот тысяч рублей в месяц они любят среднее по больнице вот вам депутаты средние по ваших и только декларируемое то что не декларируется Это одному Богу известно Так вот, и Макаров говорит, что бедные депутаты еле выживают А многим его коллегам приходится, вы только подумайте, брать кредиты Вот еле выживают депутаты у нас Летом были жалобы от депутатов о том, что депутатам приходится ездить не на машинах с водителем Которые им выделяет бесплатно государство и на халяву А вот представляете, машина с водителем заезжает за депутатом и везет его на работу не одного А в составе еще двух-трех депутатов к нему в машину подсаживается Вот этим они были недовольны Какой вот дискомфорт испытывают наши бедные несчастные депутаты Мало того, что зарабатывают такие крохи и вынуждены брать кредиты Так еще и вынуждены ездить не в одиночестве на работу А вот в компании двух-трех таких же замечательных людей Какой же критерий у нас предложит Голикова? Может быть мы будем оценивать бедных как нам хочется Вот мы считаем, что депутаты у нас мало зарабатывают Вот Макаров сказал, что вынуждены брать кредиты Так давайте приравняем их к бедным Будем считать, что все депутаты у нас бедные Приравняем их к незащищенным слоям населения И будем платить им пособия Они же не доедают Они вынуждены брать кредиты, бедненькие Давайте им помогать Давайте специальные выделим депутатские пособия 400 тысяч господину Макарова в месяц Это очень мало А можно говорить про миллион семьсот Что тоже очень мало А вот те, кто не считает себя бедными Но при этом являются Допустим, человек получает 5 тысяч зарплату Ну при этом такой активный патриот Ватник, путинист И его спрашивают, вы бедные? Он, нет, я не бедный Людям же стыдно признаться Что они бедные Значит, бедными их считать не будем Вот такой критерий, наверное, Голикова предлагает Или она сама будет определять, кто бедный, кто нет На основе своих каких-то дурных фантазий Какие еще могут быть критерии оценки бедности? Все и так действительно предельно просто Предельно просто Потому что есть минимальный размер оплаты труда Есть реальные доходы россиян по региону Есть ценовая политика Есть стоимость Минимальный продуктовый набор Это потребительская корзина Как еще? На основании каких критерий они еще хотят? Всем спасибо Подписываемся на канал Ставим лайки А как бы вы посоветовали Голиковой считать бедность? По каким критериям? Всем хорошего дня Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok